И мы переходим к Андрею Игоревичу, Андрей Игоревич Шелковников, и мы снова возвращаемся к проблематике Объединенных Арабских Эмиратов. Андрей, пожалуйста. Всем еще раз очередной здравствуйте. Спасибо за возможность выступить с докладом. Мой доклад посвящен такой теме, которую, в принципе, вы видите на экране, но еще раз называю. Это новое направление дипломатической активности стран Персидского залива и кейс военной дипломатии Объединенных Арабских Эмиратов в Африке. Вообще подвоенной дипломатии, я здесь понимаю, это вообще совокупность всех мероприятий, осуществляемых представителями оборонного ведомства и других государственных структур, направленных на развитие внешнеполитических интересов государства в сфере безопасности, оборонной политики, которые связаны с использованием как раз-таки переговоров и на дипломатических инструментах в том числе. Начнем с чего? Что вообще, конечно, сейчас стран Персидского залива продолжают оставаться одним из главных ньюсмейкеров и ключевых акторов всего Ближневосточного региона, но одним из ключевых из них, конечно же, являются Объединенные Арабские Эмираты, которые стали, по сути, новым центром сил в регионе. Военное сотрудничество занимало очень важное место во внешней политике Объединенных Арабских Эмиратов, наверное, пожалуй, с Первой войны в заливе, когда всерьез правители страны задумались о обеспечении своей безопасности. В этот период началась как раз серьезная война вооружений в регионе, которая, в принципе, до сих пор продолжается, и Объединенные Арабские Эмираты долгое время оставались одним из лидеров. Традиционно они были в топ-5 стран по импортам вооружений, в частности, и в топ-3 из импорта из Соединенных Штатов Америки, тратя на это от 10 до 14% своего ВВП. Ну и, по некоторым данным, по более полутора триллионов долларов они потратили за все это время после начала этих подсчетов. В то же самое время Соединенные Штаты Америки оставались традиционно гарантом ключевую безопасность для Объединенных Арабских Эмиратов. Они имеют три ключевых как раз-таки военной базы, военных пункта на территории страны. Они, кстати, обезначены на карте, которая справа. Это база Аль-Дафра, это база военно-морского флота как раз-таки Фуджейры, и они используют порт Джабеляли. По поводу Джабеляли, кстати, говорилось, что это наиболее используемый, после событий Арабской весны, это был наиболее используемым портом Соединенных Штатов Америки за пределами как раз-таки США. Важно то, что Объединенные Арабские Эмираты как раз-таки во взаимодействии со своими союзниками стремились как раз-таки отказаться от стратегии безбилетника, так называемая, а по сути участвовали своими силами во всех проводимых, например, США операциях, начиная от Косово, заканчивая Сирией, Сомалией, Ираком, так или иначе поддерживая их. В то же самое время наиболее активно политика Объединенных Арабских Эмиратов как раз-таки изменилась после событий Арабской весны, где они стали проактивно действовать в постреволюционном развитии региона и пытаясь как раз-таки подавить многие элементы. Одним из важнейших как раз-таки элементов развития стратегии Объединенных Арабских Эмиратов являлся развитие их собственного военного сектора. Заключалось это, во-первых, в неблагоприятном окружении, к которому они начали расследоваться. Это был небольшой, малый государь, сейчас, конечно, действующий как действительно средний такой хороший, можно сказать, региональный центр, но все равно у него остаются куча недостатков и особенностей. В том числе на это был как раз направлен на диверсификацию рисков и внешних связей под руководством Мухаммеда Бензайда, который как раз-таки отвечал за развитие военного сектора, развитие Эмиратской армии, происходили значимые реформы. Во-первых, они происходили во многом за счет привлечения западных специалистов, зарубежных, да, и западных основ. Например, была создана президентская квартира Объединенных Арабских Эмиратов, руководит которой отставной генерала австралийской армии Майк Хиндмарш уже более 10 лет, и она считается одним из самых эффективных соединений войсковых не только в Объединенных Арабских Эмиратов, но и на всем Ближнем Востоке, в регионах. Также здесь можно как раз таки рассказать о главе Объединенного авиационного команды Объединенных Арабских Эмиратов. Это пилот в отставке, американский пилот в отставке Тумаджан. В 2015 году, например, был консультантом по обороне для Объединенных Арабских Эмиратов Мэйтис, который после этого с 17 по 19 год с января по январь был министром обороны США, а до этого он был консультантом в сфере обороны и сфере безопасности для Объединенных Арабских Эмиратов. Небезызвестный Пирс, глава одной из самых известных частных военных компаний, также участвовал в создании некоторых военных структур Объединенных Арабских Эмиратов. Важнейшим фактором как раз таки развития военного сектора стало создание качественной обороны промышленности. Еще в 92 году был создан специальный комитет, посвященный этому направлению. Позже он был преобразован в середине нулевых годов в Тавазун. Была создана сначала компания EDIC по названию Emirates Defense Investment Corporation. Кажется, потом это прибрался в Edge Group, в который входит более 25 небольших во многом компаний, но которые пытаются уже сейчас производить сами непосредственно вооружение. И Объединенные Арабские Эмираты сейчас уже входят в топ-20 экспортеров мира по вооружению, занимает там 18 место. А компания Edge Group, которая объединилась под себе, занимает 23 место в мире по размерам вообще военных компаний, военных вот создающих вооружение компаний, что как бы тоже довольно достойный результат. Так, здесь мы еще подходим к Африке. Почему вообще выбран направление Африки и какое оно место занимает в стратегии внешней политики Объединенных Арабских Эмиратов? Вообще активизация как раз таки этого направления началась в 21 веке, с начала 21 века, и связано оно во многом как раз таки с торгово-экономическим интересом Объединенных Арабских Эмиратов и проводимой ими политикой портов. На карте вы можете как раз таки видеть сети Dubai World, компании, частной компании, но которая, разумеется, действует в рамках, которые на нее выговорены с главным руководством страны. В то же самое время здесь не обозначены проекты AD Ports, которые как раз таки государственные, у нее также есть свои проекты в Марокко, в Кении, в Египте, в Анголе, кажется, тоже. Ну, вообще интерес к Африке во многом связан с этим доступом к ключевым направлениям и торговым направлениям, и способностью реализовывать там свои интересы. Политические предпосадки здесь также важны, потому что, ну, Африка обладает довольно серьезным мусульманским населением, и Объединенные Арабские Эмираты крайне негативно относятся к развитию такого направления, как политический ислам, терроризм и экстремизм, и всегда стремятся бороться с ними, в том числе и в Африке, стремясь не дестабилизировать регион. Все это вылилось в то, что в 2021 году Объединенные Арабские Эмираты назначили государственного министра, которого все называют по делам Африки, потому что действительно он именно на это направленный, это шейх Шахбуд бен Нахаян Аль Нахаян, который до этого был послом в Саудовской Аравии. И уже с первых своих дней работы он активизировал попытки дипломатического, например, решения проблемы плотины между Египтом и Эфиопией. К сожалению, к выходу, конечно, он не пришел, но так или иначе обозначил свои перспективы, ну и свои цели в дальнейшем. Разговарив уже непосредственно о военной дипломатии Объединенных Арабских Эмиратов, мы можем сосредоточиться, во-первых, на трех регионах. В первую очередь это Объединенные Арабские Эмираты взаимодействие к Северной Африке. Это традиционно крепкие отношения с этими странами были. Здесь можно рассмотреть как раз-таки, в принципе, четыре страны, но здесь можем остановиться в первую очередь на двух. В первую очередь это Египет. Это ключевой, наверное, партнер Объединенных Арабских Эмиратов, который как раз-таки с 13-го года, когда произошла смена власти в стране, Объединенные Арабские Эмираты стали все активнее и активнее взаимодействовать с этой страной, проводя обоюдное сотрудничество, обучая специалистов как Египетской армии, так и сами там обучаясь у них, потому что Египетская армия действительно является сильнейшей в арабском мире по определению. Проходят регулярные учения, среди которых Медуза-21, в 2021 году, например, была проведена совместно с Грецией, в 2022 был проведен Геркулес-21, Медуза-11, вместо с Грецией и с Кипром. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты активно участвуют в совместном военном производстве, заключая новые соглашения именно в сфере производства военной техники и вооружений. В 2021 году был создан инвестиционный фонд размером больше, насколько помню, 14 миллиардов долларов, направленный на инвестирование как раз-таки в Египет для создания новых компаний и корпораций именно в области военного сотрудничества. Краевольным камнем именно в Северной Африке и для Объединенных Арабских Эмиратов была Ливия. Здесь тоже эмиратская, непосредственно как такого государства сейчас в Ливии нет, она была в рамках особенно второй гражданской войны, она разделена была на фракции, где Объединенные Арабские Эмираты поддержали как раз-таки восточную часть, и ливийские национальные авторы, армию во главе с Хафтером, который изображен на нижней фотографии. Со стороны Эмиратов активно отправлялась в страну военная техника, например, это наиболее активно происходило с 2016 по 2020 год, по 2019 год, но и в 2020 году было направлено в первые месяцы более 150 карго-рейсов, грузовых самолетов с военной техникой в Ливию. В обход резолюции Совета безопасности ООН и эмбарго на поставки вооружения. То есть для Объединенных Арабских Эмиратов это не являлось проблемой, потому что у них есть возможность для этого. Также Объединенные Арабские Эмираты вроде как говорили, что имеют военную базу там, а Аль-Хадим — это взвездная полоса, которую они как раз-таки использовали для поддержки авторы. Но и частные военные компании также активно использовались в этом направлении. Третьим как раз-таки здесь страной является Марокко, с которыми отношения шли как горки. Традиционно у Марокко довольно серьезные отношения с персидскими монархиями, потому что сама страна является монархией. Но однако в 1917 году Марокко не поддержали плакаду Катара, и это снизило отношения со странами. В то же самое время в 1920 году ООН, например, даже отозвались его посла из Марокко, но позже как раз-таки отношения между странами улучшились. И сейчас, на сегодняшний день, Марокко является одним из важнейших как раз-таки в рамках военной дипломатии стран взаимодействия с Объединенных Арабских Эмиратов. Происходит учение по антитеррору, подготовка совместных полицейских. Объединенных Арабских Эмиратов направили 34 самолета «Мираж-2000», которые им сейчас не нужны после покупки «Рафалей» у Франции для как раз-таки марокканцев. Придем к самой, наверное, интересной, самой продуктивной как раз направлении для военной дипломатии Объединенных Арабских Эмиратов – это регион Африканского Рога. Карта, кстати, сейчас не совсем актуальна, но так или иначе дает представление о том, насколько этот регион милитаризирован и интересует другие державы. Это карта 2018 года. В проекцию своей силы в Африканском Роге и своей военных возможностях Объединенных Арабских Эмиратов начали взаимодействовать с Сомалией, где в 2009 году как раз-таки активизировалась проблема пиратства. Объединенных Арабских Эмиратов и их участие в торговых маршрутах – это была очень серьезная проблема. Абудаби стал одним из центров борьбы с пиратством, а Дубай стал центром международной конференции как раз-таки по этому поводу. В этот же период Объединенных Арабских Эмиратов заключили с Магадиша, с официальным Сомали, не контракт, а соглашение о подготовке местных солдат. Они вооружали эти армии, они их готовили. И за время взаимодействия с ними по 2018 год Объединенных Арабских Эмиратов подготовили более 10 тысяч солдат, которым они также активно выплачивали жалования. Этими занималось не центральное правительство. Но потом произошел кризис в взаимоотношениях между центральным правительством и Объединенных Арабских Эмиратов. Все больше начали взаимодействовать с независимыми автономными регионами, с автономными регионами, независимыми с Амалендом и Пунктлендом. Хотя их взаимодействие с ними началось еще раньше. Как раз-таки это тоже было одним из причин, одной из причин понижения отношений с Сомалией. В первую очередь это как раз-таки, опять же-таки, морские силы они готовили у них. Они направляли им несколько самолетов легких для как раз-таки проверки того, что происходит в близлежащих водах. И обеспечивали вместе с ними морскую безопасность. В 1918 году говорилось о том, что они заключили соглашение о возведении военной базы, но в 1920 году в Бербере было сказано, что они останутся только как гражданский объект. Важное место для Объединенных Арабских Эмиратов, это, конечно же, Эритрея, взаимодействие из которой из базы АСОВ, получив ее в 2015 году, Объединенных Арабских Эмиратов проводили поддержку своих операций в Йемене. Здесь важно сказать, что именно в направлении Эритрея она тоже находится под санкциями. Одним из пунктов взаимодействия с ним было лоббистские усилия Объединенных Арабских Эмиратов отменить санкции. Но также Объединенные Арабские Эмираты как раз таки в обход санкций готовили пилотов своих колледжей обороны своей страны, этой страны, что вызывало как раз таки негативную реакцию международного сообщества. Последним как раз таки направлением взаимодействия и бассейн-дипломат является Эфиопия, которая обладает хорошими экономическими взаимоотношениями с Объединенными Арабскими Эмиратами, но до последнего момента вроде в области обороны особого соглашения не было. Но многое изменилось как раз таки к 2020 году и разгоревшемуся конфликту вокруг Тегра, где Объединенные Арабские Эмираты начали активно, во-первых, передавать свои технологии, которые у них есть в последнем военном, во-вторых, обеспечивать логистику, передавать вооружение, в том числе китайские беспилотники, турецкие беспилотники, которые были у Объединенных Арабских Эмиратов, поставляли, причем посредством украинских и киргизских авиалиний, которые так или иначе принадлежали эмиратским компаниям. Они это делали. И позже это также переросло в заключение соглашения в области как раз таки обороны и безопасности. И последним как раз таки направлением деятельности Объединенных Арабских Эмиратов и, наверное, самым молодым является деятельность Арабских Эмиратов в Сахиле. Почему, опять же-таки, интерес появился вообще к этому региону? Во-первых, это близость к Ливии, где интересы Объединенных Арабских Эмиратов уже были рассмотрены выше, и активность их политики тоже понятна. Во-вторых, это, конечно же, терроризм, который существует в этом регионе, и это действительно угроза стабильности всему региону. Объединенные Арабские Эмираты видят в этой возможности как раз таки поддержку наиболее стабильного здесь актора – это Мавритания и усиление своего влияния через эту страну. В 2017 году, когда происходило как раз таки создание Объединенных сил в G5, вот этих пяти стран – это Мавритания, Мали, Бурки, Нафасу, Нигер и Чад, Объединенные Арабские Эмираты пообещали выделить на их создание 30 миллионов долларов, что тоже действительно было важным вложением. Это было третье место после Европейского Союза и Саудовской Аравии. В дальнейшем Объединенные Арабские Эмираты как раз акцентрировались на взаимодействии с Мавританией, что стало ключевым направлением. Была в 2018 году возведена и функционирует до сегодняшнего момента военная академия высших офицеров имени Мухаммеда бен Зайда, которая за это время обучила более двух тысяч офицеров из всех этих пяти стран, которые в дальнейшем реализовывали операции как раз по борьбе с терроризмом. В то же самое время Объединенные Арабские Эмираты регулярно отправляли им свои грузовые самолеты, причем в ДАР, как правило, разработали военный порт на границе между Мавританией, на территории Мавританией рядом с Алжиром и рядом с границей Смоли. Говорилось о том, что Объединенные Арабские Эмираты планируют там военную базу, но, опять же, это не подтвердилось. И здесь еще также как раз-таки важно то, что Объединенные Арабские Эмираты взаимодействовали не только с Мавританией, но и с Мали, к примеру, которым они тоже предоставили более 50 машин своих, своего собственного военного производства, Тайфуна, которые очень важны для мало обеспеченных армей регионов. В этом же направлении Объединенные Арабские Эмираты взаимодействовали с западными держами, в первую очередь с Францией. Например, в 2020 году, в начале 2021 года, произошло первый такой случай, когда Объединенные Арабские Эмираты начали участвовать, непосредственно технически оказывая поддержку на эмиратских самолетах, проводимой Францией на тот момент операции. Выводы. Ну, подходим уже к завершению этого доклада. Это, в первую очередь, что основа военной дипломатии – это возможность финансирования и обучения местных сил, за счет чего как раз-таки Объединенные Арабские Эмираты стремятся реализовать свои более широкие национальные интересы, а также способность производства, ну и, в первую очередь, доставки не только своей, которую они производят техники, но и зарубежные, в том числе в обход соглашений. Военной дипломатии выделяет ОАЭ как государство, стремящееся к исключению стратегической стабильности в некоторых регионах, как раз-таки, как Сахель, африканский рог и безопасность увеличивающего международного имя. В то же самое время Объединенные Арабские Эмираты, очевидно, используют это в своем направлении не только как для стабилизации этих опасных для стабильности направлений, но и для продвижения своих геоприотических амбиций. И все это как раз подчеркивает то, что Объединенные Арабские Эмираты становятся все более важным нерегиональным актором, который влияет на политику сразу нескольких субрегионов африканского континента. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. Спасибо большое, Андрей Игоревич, замечательный доклад. Также не могу не отметить потрясающий прогресс за последние годы достигнутый. Василий Александрович, вы к нам присоединились, мы рады вас видеть. Хотите задать вопрос, добавить, прокомментировать? Да, я, к сожалению... Спасибо большое за доклад. Я, к сожалению, не слышал начала, поэтому, может быть, мой вопрос сейчас будет глупым, потому что... Ну, ровно потому, что я не слышал начала, может быть, вы про это говорили. Но я... Из того, что я слышал, я подключился там, где вы уже говорили про конкретные их проекты, когда вы говорили про то, что им политический ислам не нравится. И из выводов я не очень понял, ну, как бы, а зачем это все? Потому что вариант объяснения номер один – дело просто в амбициях, и надо занимать те ниши, которые есть там, где их можно занять. Зачем их занимать, тоже не очень понятно, впрочем. Вариант второй – есть некое стратегическое мышление. Но в чем оно заключается, я не очень понимаю, потому что совершенно очевидно, что ситуация с безопасностью в зоне Сахеля, ну, то есть не совершенно очевидно, как мне кажется, она не влияет напрямую на национальную безопасность Объединенных Арабских Эмиратов. Третий момент – то, что касается политического ислама, ну, конечно, хорошо с ним бороться везде и повсюду, но, тем не менее, тем не менее, все-таки здесь ситуация более грантированная, да, потому что, когда мы говорим про политический ислам, мы имеем в виду, в данном случае, не политический ислам, про борьбу Эмиратов, а мы имеем в виду их неприятие идеологии против мусульман, но с какими-то другими силами они вполне могут взаимодействовать. Ну, тот же, там, пример, Ливии с Хафтером, там, и с салафитами, и мадхалитами, которые были внутри Хафтеровских движений. Насколько, как бы, насколько это неприятие братьев-мусульман, оно самоценно, ну, просто они не принимают их, потому что они их не принимают, да? А насколько оно инструментально? Это не очень понятно. Ну, мне это правда не очень понятно, кстати, не из вашего доклада, а в целом. Потому что понятно, что прямой угрозы со стороны этой организации для Эмиратов, вообще говоря, нет. Мне кажется, что здесь скорее стоит говорить об использовании так или иначе религиозных сетей, для продвижения национальной повестки и национальных интересов. Ну, и вот они используют вот эти сети, да, там, связанные отчасти с салафитизмом, но и они поддерживают идеологию, там, то, что называется, фигхальмуаттана, да, национальных традиций исповедания веры. И, соответственно, это позволяет им позиционировать себя как неких сторонников стабилизирующих факторов, да, как сторонников какой-то стабильности. Но вполне возможно, я думаю, что при каких-то других обстоятельствах возможно пересмотр этих подходов. Мне не кажется, что это сущностный выбор. Вот. Это были такие комментарии и вопросы. Да, и еще один момент, Андрей, знаете, такой, когда вы, там у вас прозвучало по поводу того отношения Марокко с монархиями залива, то, что они друг к другу там хорошо относятся, потому что они монархи, ну, как так было сказано, да, потому что они и те, и другие. На самом деле, там есть очень деликатный момент, в котором надо разбираться. Потому что вроде бы как отношения, да, действительно, и Марокко пыталось там в СССР, в СССР каким-то образом, да, там привыкли. Но, тем не менее, обратите внимание, что хашемитские монархи и Ордания, и Марокко в силу семейной памяти, в силу родоплеменной памяти, они испытывают на личном уровне, они сохраняют глубокое недоверие к саудитам. Ну, просто потому что саудиты, понятно, да, что саудиты стали саудитами, разбив шериф в хиджаз. Да, и поэтому никакой там особой любви, вот такой, это такой брак-просчет. А с любовью здесь, ну, это больше всего, я тоже, но к Марокко тоже, потому что все-таки алоуит, да. Поэтому здесь, ну, это просто совет на будущее, чуть-чуть аккуратнее вот в этих уровнях, потому что здесь достаточно деликатно. Все, я задал вопросы. Спасибо. Да, спасибо. Как раз много тут вопросов и много тем для обсуждения. Начать я бы сказал, что зачем это все, особенно вот с Игеном Сахеле. Ну, как я лично вижу, это как раз-таки я вначале сам говорил о том, что это в том числе защита и установление стабильности рядом с ключевыми торговыми маршрутами, в том числе морскими, в том числе вот с этой как раз-таки политикой портов, которая активно продвигается объединенно-арабскими эмиратами, вот эта их логистическая стратегия, которая связана, во-первых, с DP World, во-вторых, с Абудаби Портс, и как раз-таки непосредственной близости к тому же Сахелю проходят вот эти маршруты по западному побережью Африки. По поводу именно вот братьев-мусульман и Объединенно-арабский эмират, вообще отношения к ним, ну, здесь, мне кажется, как раз-таки, ну, исходя из того, что можно знать, потому что страна очень сильно закрыта, и персонифицированный режим сильно, зависящий от видения его лидеров, в том числе Мухаммада Бензайда, и, ну, все, что мне удавалось до этого читать, взаимодействовать, к сожалению, с лицами, принимающими решения в Днем Африкина, мне не удавалось лично. Вот, но так или иначе, это во многом связано с его, в том числе, видением опасности того, которое они могут нести, как раз-таки для политического режима, в том числе в стране, и во многом то, что, например, происходило в некоторых Северных Эмиратах, где братья-мусульмане как раз-таки даже были наследник престола, по-моему, Рас-Аль-Хайме как раз-таки был членом этой организации, и это действительно как раз-таки вызывало риски у ключевых, ну, у правительства, в общем, скажем так, и у того же Мухаммеда Бензаева. Что касается вот именно марокканского направления и взаимодействия с Советом Сотрудничества, Рас-Аль-Хайме, действительно, как раз вы говорили, верно, ну, еще вы неверно, о том, что они вступали, пытались вступить в Сакс и Ордания, да, действительно, Саудовская Аравия, но Абдинор-Арабский Эмират не Саудовская Аравия, здесь тоже важно видеть. И, например, у Мухаммеда VI сейчас, если я правильно помню, король Марокко, у него личные отношения с Мухаммедом Бензаевым, они, насколько я помню, вместе даже учились одно время в Рабате, как минимум, я такое читал, вот я такое видел, да, ну, как минимум, что у них совместные отношения между собой. Вот, да. Андрей, да, извините. Не-не, вы закончите потом. Я в целом все, закончил. А, я еще думаю, да, по поводу личных отношений, да, это важно, это интересно, если я не знал по поводу того, что они вместе там путили и учились, вот, это полезно знать. Ну, мне кажется, что надо вот насчет портов и так далее, надо еще подумать, потому что, ну, явно же там, ну, история с Эфиопией и Сомали, да, она сюда как бы вписывается, а история там с Мавританией, ну, с той частью Сахера, да, она сюда вообще не очень вписывается. И мне кажется, что здесь надо как-то еще, ну, покрутить, подумать, посмотреть, может быть, попробовать какие-то у них, ну, комментарии, ну, комментарии, может быть, какие-то у них взять. Потому что, ну, очевидно, что это не просто попытка влезть везде, где, ну, где получается. Очевидно, что какая-то стратегия здесь есть, но она, по всей видимости, немножко более сложная, да, чем вот так вот. Ну, и, конечно, здесь еще момент, мне кажется, важно, что этот капитал избыточности уже направлять куда-то надо, куда-то что-то надо все девать. Ну, спасибо большое, очень интересный сюжет хороший. Спасибо большое, Василий Александрович. Спасибо за вопрос. Андрей, я позволю себе прокомментировать тоже то, что сказал Василий Александрович, и, может быть, это направление для размышлений. Мы с вами, когда еще вы писали магистрскую диссертацию, оговаривали, что теория может быть полезна. И вы как раз один из тех студентов, кто успешно применил неореализм для описания внешней политики УАЭ. Вот по поводу того, что делают Эмираты в Сахеле, я бы предложил обратить внимание на два пункта. Это то, что гипотезы, которые нужно проверить, но которые проистекают из теории. Первое – это сотрудничество США и Франции ради получения доверия и поддержки в других делах. То есть там не собственные интересы преобладают, а желание заручиться поддержкой и опытом взаимодействия с потенциально выгодными, интересными союзниками. В накоплении этого опыта и расширение портфелей сотрудничества делает тем самым маленькое государство УАЭ, ну, small state с точки зрения именно международных отношений, более свободным в своих действиях, более свободным в своих взаимоотношениях, в том числе с ближайшими соседями. И речь идет и об Иране, и о Саудовской Аравии и так далее. И второй кейс, он тоже проистекает из вашей работы, но магистрской, первого курса, а именно из Йемена. В маленьких государств есть одна специфическая черта – у них нет человека ресурсов, у них нет собственной человеческой силы для ведения собственных военных компаний. А в Йемене Эмираты ведут военную компанию. И так же, как закупалась военная сила в Судане, ставка, как вы сами указали в докладе, на подготовку военных кадров в Мавритании и в странах Сахеля указывает на то, что Эмираты могут быть заинтересованы именно в привлечении этих военных кадров для решения значимых для них военных задач на других театрах боевых действий, в том числе в Йемене, где военный конфликт не разрешается, политическое решение заходит в тупик, и у Эмиратов есть объективная потребность осуществлять поддержку Южного Переходного Совета, в том числе кадрово, с точки зрения военных ресурсов. И вот этот мотив, да, о нем не скажут открыто, мы не найдем этому подтверждение, но это, ну, чисто рассуждая на имеющихся у нас данных о вовлеченности Эмиратов в те или иные ситуации, в те или иные отношения, может быть основанием для выдвижения такой гипотезы. И уже найти подтверждение можно через то, что вы уже показали в своем докладе, как результате исследований. Это вот такое предложение. Спасибо. Я, кстати, добавил на самом деле то, что вот как раз-таки Йемен, я сейчас вспомнил, потому что пока составлял доклад, совсем их главы вышло. Вот как раз-таки, когда писал по Йемену работу, там же была как раз-таки проскакивала информация, что ОАЭ уже в то время как раз-таки приблизительно они начали с Сафиром взаимодействия после 17-го года, и как раз-таки в этот же период, по-моему, были истории о том, что бойцы из Чада, например, направлялись в Йемен. Это прям вот как будто подтверждение. Но это, понятное дело, опять же, не на официальном уровне, но от средств массовой информации, в том числе американских, вот такое происходило. Но это к продолжению вашей концепции о том, что Эмираты ведут себя на внешнеполитической арене как малое государство. Оно вынуждено компенсировать свои слабые стороны за счет различных инструментов и возможностей внешней политики. Нет собственных военных ресурсов. Давайте их подготовим и купим за рубежом. Вот он механизм, крайне прагматичный, так же, как они решают проблему с трудовой силой в гражданском секты. Спасибо. Арсений, вы были первым, подняв руку, поэтому, пожалуйста, вам слово, Арсений Лепков. Да, во-первых, еще раз большое спасибо за интересный, действительно, тоже актуальный доклад. И вопрос у меня, возможно, будет немножко дилетантским. Возможно, я этот момент упустил, тогда прошу простить. Но все-таки, если мы говорим о политике в Африке, то нет ли здесь конкуренции, не возникает ли ее с такой страны, как Китай, которая за последние два десятилетия очень активно реализует свои экономические и политические амбиции в странах, в частности, того самого Феопского рога и вообще по югу и центру Африки. В первую очередь в борьбе как раз-таки за африканские ресурсы. Что вообще можно сказать по возникающей потенциальной конкуренции? Спасибо. Вопрос не дилетантский, а очень действительно интересный. И тоже я им задавался. И как раз-таки в направлении африканского рога эта конкуренция временами наступает. Ярким примером стало как раз-таки взаимодействие Объединенных Арабских Эмиратов с Джабути. До 2015 года Объединенные Арабские Эмираты как раз-таки заключили соглашение еще там в 2008-м, кажется, году или в 2009-м на оперирование портом Дороле. Однако к 2015 году как раз-таки к моменту и там же они планировали использовать это место как военную базу. Джабути как раз-таки известно тем, что там сразу несколько этих военных баз расположено. В то же самое время в 2015 году произошел дипломатический кризис, где в Джабути говорили о том, что Объединенные Арабские Эмираты неправильно используют наш порт, который мы им предоставили. Вот. И то, что его можно экономически лучше использовать. И были как раз-таки DP World оттуда изгнаны. На его место, ну, по данным, как раз-таки пришли китайские компании, которые до сих пор там как раз взаимодействуют. И в международных судах Объединенные Арабские Эмираты выигрывали эти дела о том, что они, ну, их нельзя было выгонять, но кто же теперь выгонит оттуда два первых китайцев и кто заставит Джабути здесь изменить свое решение. Это раз. Два аналогичные ситуации наверняка, ну, как не наверняка, могут возникнуть как раз-таки в Эфиопии, где тоже, в принципе, интересы Эмиратов и китайцев могут как раз-таки пойти в стык. Но в то же самое время важно понимать, что Объединенные Арабские Эмираты умеют договариваться, в том числе с Китаем, умеют взаимодействовать, и несмотря на какие-то ситуации, которые действительно будут возникать, потому что национальные интересы могут происходить. Я думаю, что, ну, там, до серьезного конфликта это никуда не вылезет, но именно в плане, там, дипломатического года скандала и прочее, до снижения уровня отношений, потому что, так или иначе, Китай является важным экономическим партнером для Объединенных Арабских Эмиратов и для всех стран Советских и сотрудничеств Арабских государств Пресидского залива, о чем свидетельствуют как раз-таки последние саммит. Ну, как-то так. Хорошо, большое спасибо. Спасибо большое. И Артем, пожалуйста. Спасибо вам большое. Я бы буквально кратко, потому что у меня вопрос коллерируется вот с вашим вопросом первым. Большое спасибо, Василий Александрович, также рады вас видеть. Вот мне очень импонирует ваш доклад, Андрей Игоревич. Спасибо вам большое. Вот на основе анализа военной техники и военного экспорта, и импорта, вот статистику, которую вы дали вначале по поводу безопасности, амбиции страны. У меня немножечко такой провокационный вопрос. Вот мы видим осень 2022 года, стратегия национальной безопасности США, июнь 2022 года, стратегическая концепция НАТО, также за этот год. Вам не кажется, что сейчас, извините, что такое выражение, старшие братья как бы намекают о том, что идет переход конкуренции, очень серьезной конкуренции, как раз-таки на Африку. И вот в этой связи Объединенные Арабские Эмираты как-то поддаются зову, так сказать, и обращают вопросы политики безопасности, военной дипломатии именно на этот регион, не столько потому, что свои какие-то интересы, столько, только потому, что это такая определенная коллегиальная политика со стороны союзников. Спасибо за вопрос. Но на самом деле, да, мне не кажется так. Во-первых, потому что Объединенные Арабские Эмираты начали свою кампанию взаимодействия с африканским регионом гораздо раньше вот этого, того, что сейчас происходит. И там саммит «Дженит» тоже, по-моему, был на последний день африканско-американский. Вот. И мне кажется, здесь, конечно, тоже довольно наивно, либо, как сказать, оптимистично полагать то, что Соединенные Штаты Америки обладают таким воздействием на именно стратегические направления эмиратской политики. Потому что, например, в том же самом кейсе Йемена можно отметить то, что США не всегда были, скажем так, они, конечно, выступали там вроде как и союзником именно в борьбе с антитеррористическими, террористическими организациями на юге. Но в некоторых аспектах, я думаю, что они совершенно не хотели видеть то, что происходило там и как действовали аравийские монархи. В этом конфликте аналогичная ситуация. Я предполагаю и с африканским континентом. Здесь именно свои собственные стратегические амбиции, свои собственные стратегические интересы. И Абдианно-Арабские эмираты, руководство, я думаю, прекрасно понимают, какие перспективы несет африканский континент, который до последнего времени еще более крайне населенных, в 50-м году должно быть около 20% мирового населения жить как раз-таки на африканском континенте. И перспективы как раз для Абдианно-Арабских эмиратов, в том числе для их торговой сети, их экономической сети. Опять же, то, что мы говорили с вопросом безопасности, они там лежат, и поэтому они действуют в этом направлении, а не с, как сказать, подсказок большого брата. Спасибо большое, Андрей Игоревич, спасибо за доклад. Коллеги, спасибо за дискуссию.